Родина моя зашла ко мне сюда Родина я сделал репост Байкал святейший и родной С водой чистой и живой Гандоны портят Узеро Байкал Валят наш лес Оговорочка берут ствол от земли до первых сучьев Остальное гниет в лесу Суки Блин Злые усы против этого всего Это короче жесть Что мы можем сделать из наших домов Интернет Че не спишь Да альбом делал сидел крутил Битмарь молодец Но проблемы есть Проблемы есть Некоторые инструменты До этого я короче крутил Всякие бочки Кому интересно кстати могу поделиться Какие бывают нюансы на которые сразу нужно обратить внимание Что потом люди типа не крутили Проблемы искали решали А чтобы сразу можно было просто баланс крутой сделать из уже крутого И сделать супер Могу короче поделиться какие проблемы есть Если кому интересно Нет не прерывай мой эфир What the fuck No No Don't прерывать мой эфир Мой эфир Муха лучше заходи в Короче Вот так вот Сейчас Да про музло всегда могу рассказать В принципе Ладно Муха короче Секунду Давай вот так Ладно подожди На самом деле Что-то не охота сейчас Особо трендеть Я устал Но могу поделиться Чем обещал Короче Когда Сводишь Бас И кик А еще это связано В основном короче Это проблема На низких частотах Бывает что у тебя волна Возьму чек из магазина На 1101 рубль И нарисую Волна Синусоида Вот Блять Сейчас Терпение Шесть человек Нормально Сейчас Пожирнее нарисую Короче Будет криво Как мультики дурацкие Когда линии дергаются Потому что кривые И не могут они анимировать Четко У меня будет Короче Здесь криво Ну понятно будет Синусоида О Здорово Синусоида Вот так выглядит Окей Идет Вот Центральная Линия Она начинается И вот это Вообще Поворот Это градусы Она начинается Кверху И книзу Окей Если точно Такую же Синусоиду Скопировать Чтобы было Две таких волны Друг под другом И одну из них Перевернуть То вторая Будет как бы Ити вот так вот И формировать Восьмерку Но когда эти две Суммируются Они полностью Противоположны Они друг друга Убивают Получается Ничего Получается Ноль Окей Теперь Звуку Пофигу Что у тебя Играет В плане Инструмент И все Чисто По Аудио Это просто Волна Окей Поэтому у тебя Вот такая Вот фигня Есть В барабанах В бочке В кике Да И такая же У тебя фигня Есть в басе И если у тебя Кик Идет Вот так вот Кверху Книзу А бас Идет Книзу Кверху То тогда Ты добавляешь Мощный бас Ты прямо Добавляешь Эквалайзера Не знаю На 12 децибел А бас Больше не становится Знаете почему? Потому что Вот эта фигня С перевернутой фигней Друг друга убивают Что делается? У тебя есть Когда прыгает уровень У тебя это У любого зрителя Этот уровень Пикует Пики Показывает Например Ты включаешь Кик с басом И оно пикует Такой Минус 5 Потом чуть-чуть Еще поиграла Минус 4 Ты запомнил Моменты Минус 5 Минус 4 Такой Минус 5 Минус 4 Минус 5 Минус 4 Ты заходишь В одну из этих дорожек Например Ты решил бас перевернуть Хотя наверное лучше кик Потому что Бас еще с инструментами Так же взаимодействует Окей Кик решил перевернуть Ты заходишь Есть типа Такой значок Такой кругляшочек Вот с такой вот палочкой Фаза Переворот фазы А бывает это В эквалайзерах В основном И так далее Ты переворачиваешь Эту фазу Сбрасываешь Значения На Уровнях И смотришь Что в примере было Минус 5 Минус 4 Ты перевернул И вдруг ты увидел Что он тебе показывает Минус 4 и 5 Минус 3 и 5 То есть Пик стал больше Когда ты перевернул фазу Окей Получается что Когда фаза правильная То вот эти два горбика Они не мешают друг другу А они складываются Получается выше Соответственно Бас Кик Неправильная фаза Мешает друг другу Ты увеличиваешь вот это А оно не дает вот этому играть Короче получается Кик играет очень Неправильно Ему мешает бас Когда ты переворачиваешь фазу То он начинает складываться И ты смотришь значение По пикам Общее Вот у тебя идет Кик И у тебя идет бас Допустим в мастер И в мастере ты смотришь Пик сколько пикует И значение в циферке При перевернутой Туда или обратно Ну то есть Это нужно просто экспериментировать Покажет значение выше Оно более правильное Иногда ты переворачиваешь Значение не меняется Такое бывает Ну ставишь это под вопрос Но иногда это очевидно Вот Это одна из проблем Которые короче Нужно решать Не будешь ее решать Будут проблемы Взаимодействия бывают В основном по низким частотам Потому что высокие частоты Там волна не вот такая вот здоровенная А они такие маленькие Там ну непринципиально Она может мешать немножко Но это короче не принципиально В основном это Инструменты где есть низкая информация С басом Инструменты с киком Ну вот как Вот так Какие еще есть проблемы Так Это что касается Фазы Фазу нужно проверять Еще бывает Что Какие-то инструменты Слишком широкие Да Ну что к сути-то К сути Просто делюсь Вот чем занимался Так Ну вот возьму старую пяточку Короче И скручу себе Самокруточку Так Какие еще проблемы Какие еще проблемы Голова уже не работает Вот какие проблемы Так Слишком широкие Или слишком узкие Инструменты Иногда люди хотят Короче Очень хорошенечко Расширить Прямо расширить Расширить Волну И происходит То же самое Из-за Фазы Но из-за стерео Что происходит Слишком широкий Инструмент Он Как бы Получается От середины Сильно далеко Уходит И когда ты Суммируешь все В моно Она тоже Как бы Переворачивается Потому что Это сложно Объяснить Но это тоже Фаза Когда слишком широко Есть у тебя прибор Измерение Софтовый Называется Корреляция Метр Коррелометр Там у разных Производителей По-разному Но обычно Это как бы Корреляцию Он мерит И там есть значение С самого левого Минус один Противофаза То что я вот здесь Вот Объяснял Противоположное То есть Когда он закрывается Чтобы получилась Восьмерка Это будет Противоположная Фаза Соответственно Минус один В этом будет Метре слева Это противофаза Ноль В середине Это допустимое значение И плюс один Минус один Ноль Плюс один Плюс один Это полностью Сигнал Мона Минус один Полностью Фазовый Как бы Окей Идем Значит В голову И вспоминаем Математику Уровня Наверное Пятого класса Легкое уравнение Один Один Равно Один Есть такое Ну Поспорить с этим Невозможно Что такое Один Это плюс Один Иначе бы Затаял минус Окей Соответственно Плюс один Равно Плюс один Правильно Правильно Чтобы Решить это Уравнение Хотя тут все Элементарно Нужно Что сделать Нужно Перенести все В одну сторону И тогда Получится Равно Со студийным Столом Буду заказывать Через месяц Там Уже Как бы Дизайны Постепенно Разрабатываются Чуваками Денежку Придется им платить Так Возвращаемся К вопросу Значит Блин Че я говорю А да Уравнение Короче Один Равно Один То есть Плюс один Равно Плюс один Чтобы понять Как уравнение Решить Я не математик Просто помню Ты переносишь Эту тему Чтобы получилось Равно Какое-то значение Соответственно Плюс один Равно Плюс один И ты эту плюс один Переносишь за другую сторону Равно У тебя получается Знак меняется Получается Плюс один Минус один Равно Ноль Это принцип По которому У тебя Происходит Вот такая неприятность Слишком широкий инструмент Который на Метре Корреляции Показывается Минус один Ноль Один Да Там просто Вот такая Хрень двигается Если она двигается Вот середина Это будет ноль Если она двигается Вот дальше нуля Ближе к минусу одному Значит происходит противофаза Когда достигается Противофаза Полная Когда ты суммируешь Звук в моно В айфоне Вот через который Мы это делаем Полностью моноколонка Окей Бывает в клубах Моно Бывает в телевизоре Одна колоночка Она тоже моно Этот звук Короче исчезнет Понятно И чем дальше Оно заходит За ноль Че Почему так темно стало Сейчас Ночной режим включился Короче Чем дальше Оно заходит За ноль Тем больше Оно пропадает В моно И некоторые люди Хотят сделать инструменты Очень широко И Когда они это делают Они теряют Моносигнал И получают чисто стерео Который если совсем далеко И ты одеваешь наушники Он звучит не типа вот так И не типа вот так А он звучит как будто бы Он вне наушников Где-то за пределами Вообще головы Это не блант Это табак Соответственно Бывает такое Что некоторые инструменты У человека Который делает музыку Или покупает музыку Или ему делают музыку Они бывают слишком широко Когда сводишь альбом Как я сейчас Ты проверяешь весь альбом На наличие таких проблем Таких проблем Таких Таких Одна из них Это вот некоторые инструменты Где-то заужены Где-то заширены Допустим Вот в этом альбоме Два инструментала Это прямо не вооруженным ухом Но таким Опытным Сразу слышно Что два Как бы Две группы инструментов То есть два Две песни Слишком Широкие Соответственно Если я буду слушать Это барахло Через айфон Мне будет слышно Что будто бы Инструменты тише А они не тише Они просто в стерео Как бы слишком Но это не очень хорошо Это нужно пофиксить Так Еще какие проблемы бывают Да, Егор Так Что еще Еще бывают Короче Плагины Которые имитируют Аналоговое железо Аналоговое железо В древние времена Оно шипело Шумело Но Производители считают Что нужно полностью Железку повторить И иногда Эти плагины Они делают шипение Ты вешаешь плагин Можно его Здесь по нулям Поставить Но все равно Будет давать И у тебя есть Это В каждой дорожке Соответственно Это Становится Умножить на 10 Ты включаешь Минус У тебя сразу И начинает Фигачить Короче говоря Но это же Надо слышать Смотреть В конце концов Проверять Сравнивать Если ты нажал Плей И у тебя Между Допустим Между Пианинных Кусочков Шипения Нажим его убрать Это можно убирать Плагинами Которые чистят Эту фигню Только нужно Аккуратно делать Черт Что еще Можно делать Можно просто В конце концов Многие люди Пользуют Плагин Waves H Delay H Delay по дефолту Включает Шипение Там есть Справа снизу Крутилочка Такая типа 1, 2, 3, 4 Или Off И вот на 2 То что по дефолту Включается Включается шипение Люди просто Его вешают Крутят эффект А насчет этого Не думают Возникает проблема Такая вот бывает проблема Так Что еще Что еще С какими я столкнулся А Есть еще одна Забавнейшая проблема Я люблю это сравнивать С двумя чемоданами Перед тобой Два чемодана Один набит кирпичами А другой пустой Но Под чемоданами Я подразумеваю Дорожку Волну Просто ты видишь Перед тобой дорожка И другая дорожка Ты их на глаз Сравниваешь По высоте Допустим Типа громкость Но на самом деле Это два чемодана Один забит кирпичами Очень тяжелый А другой пустой Но выглядит одинаково Окей То есть Как бы волна не выглядела В одной волне может Содержаться И зажато Быть очень много информации Кирпичи А в другом Мало Соответственно Есть способ проверить Насколько материал Сильно зажат И есть Здоровые Как бы В плане здоровья В плане Нормальные нормы И есть перебор Вот Есть понятие Динамический range Динамический диапазон Когда у тебя проверяется Среднее количество звука Например По РМС И И Пиковое значение РМС Он как бы Ну это как Общая оценка В дневнике Складываются оценки Делится на общее количество Получается Видно Если у человека были Пятерки И двойки И так далее Там и четверки И так далее Он может оказаться Троечником Может оказаться Хорошистом При наличии там Оценок Не очень хороших В списке Среднее значение Среднее значение РМС РМС по-английски Значит Root mean square Это еще полезно Было бы применять И вот Есть значение РМС Среднее значение Звука Оно такое Плавает Независимо от того Бочка Пробивает Она сильно Как бы Дергается или нет Это общее значение Окей За количество времени И есть вот Медленное Такое РМС Значение Оно допустим Вот здесь А пикует Вот тут И берется разница Между пиками И РМС И оно Либо зажимается Либо разжимается И эта фигня Называется DR Динамический range И когда ты берешь Два вот этих чемодана Две вот этих дорожки Которые непонятно Как зажаты Ну это можно на слух Услышать И так далее Но по нормальному Это нужно мерить Чтобы точно знать И вот ты смотришь У одного DR8 А у другого DR12 А выглядят Одинаково Значит Где DR8 Больше зажат Означает Что тот Который Меньше зажат Можно поджать До того значения И тогда они будут совпадать Если у тебя Короче Допустим Есть Минус В одну дорожку И голос Весь тоже Суммирован В одну дорожку Вот эти две темы С разным DR Ты как ни крути Они дружить Не будут Но если ты увидел Допустим У тебя Минус зажат До 8 А голос Допустим 16 Ладно 8 это уже экстремально Хорошо Пускай будет 10 Минус зажат До 10 А голос 16 И вот если зажать Голос до 10 То они будут Офигенно Дружить Тогда ты просто Громкость Правильную ставишь И они звучат Это как сравнивать Яблоки с яблоками А не яблоки с арбузами Блин Ну вот такая тема Короче Проблема получается Фаза Проблема получается Стерео Слишком узкая Слишком широкая Шипение И короче говоря Компрессия разная В принципе Это вот такие темы С которыми сталкиваюсь Часто Еще бывает Что у человека Разная яркость Какие-то инструменты Они как будто бы Вот такие вот Я называю Через одеяло Вот так звучат А некоторые звучат Прямо Вот Это тоже нужно проверять Есть анализаторы Короче Частот АЧХ Амплитудно-частотные Характеристики И Нужно просто сравнивать Ты послушал Один инструментальчик Допустим У тебя показалась Какая-то кривая Ты увидел Что она К примеру Вот здесь Вот ровная Вот здесь Вот много Вот там мало Ты понял Послушал вторую тему И ты понял Что где-то хватает Где-то не хватает Берешь эквалайзер И крутишь Вот так вот Кстати Квас офигенный Квас офигенный Семейный секрет Белый квас Смородины И мята Очень прикольный Покупаю в магазине Случайно Однажды взял Не тот Такое говно А это вкусный Так Ну и Собственно Вот Вот Такие дела Еще бывает Когда Человек просто Обрезает Частоты Каким-нибудь Эквалайзером Особенно низким Низкие частоты И Дорожка Она Становится Асимметричной Сейчас объясню Я нарисую Вот эту вот Линию Которая идет Горизонтально Это как бы Типа Ноль Ноль Относительно Вот волны То есть она Она начинается отсюда Проходит 180 градусов И потом она идет Вниз И проходит 180 градусов То есть здесь 180 Здесь 360 Окей И когда она идет Вверх Эта динамику Он как бы Толкает звук То есть он Делает А когда Она идет вниз Он как бы Обратно идет Получается Вот так движение То есть Вперед Обратно Назад Обратно Это и будет Вот эта херня Вот эта вот Линия Ноль Это когда Динамик Посередине Горизонтальная Линия Вокруг Не рисуется Любая Чистота То есть Такую же Линию Рисую Вот эта Чистота Но в звуке Она может Выглядеть Вот так Вот такая Вот херня Типа Вот Звук Какой-то И Асимметричная Это когда Вот эта вот Порция Допустим Нижняя Дальше Чем верхняя Окей Бывает Бывает Когда она Сдвинута Вся Вот так Это Когда у тебя Неправильное Напряжение В розетке Эта херня Называется DC Offset Это редко Бывает Но обычно Бывает Она вокруг Середины Идет То есть Ее середина Не смещена Выше Или ниже Она на середине Но вот эта порция Она больше У тебя получается Вот так А не вот так Типа Типа Вот так В чем проблема Когда ты ставишь Короче Голос Бывает Такое На духовых Инструментах Типа Всякие Пиколо Гобой Флейта Саксофон Труба И так далее А Короче Когда у тебя Асимметричная Волна Это можно Поправить Но Это Фаза Как Phase Rotator Это Ротатор Подкручиватель Фазы Нормальных Короче Плагинов Почти нету Есть только RX От Изотопа Там есть Какая-то Автофункция Вообще Это считается Нормальным Но есть проблема Если ты Короче Вешаешь Компрессор На два Канала Левый и правый То есть Не моно А стереокомпрессор То он Типа Ты ему Ставишь Значение Вот здесь Окей И когда у тебя Уровень прыгает Он не вот так Вот делает А вот И не вот так Вот он делает Как бы Она смещена И он делает Вот так Соответственно Вот это Вот потолок И он будет Вот этой Достигать потолок Быстрее Чем вот этой Вот тут он уже Достигся Да Потолок Вот моя голова Вот где волосы Начинаются Потолок То есть вот Тут уже Жмется левая волна А эта Не дожимается И вот проблема Ты хочешь сделать Громкий звук И ты прямо Тянешь 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 И у тебя получается Из-за того Что один Одна половина Громче У тебя получается Компрессор Срабатывает Не дожимает Эту И пережимает Эту Проблема Вот так Такая тема Есть Тоже часто Встречается Но В небольшой Степени Это нормально А в большой Степени Это короче Проблема Вот такая Бывает еще Тема Так Ага Кайл Биттс Я знаю Я подписан Ну Слушай Блоги мутить Это нужно Все это Барахло Снимать У меня Честно говоря Нету Сейчас Света Никакого И у меня Планируется Ремонт У меня на студии Просто Специфическая Сейчас Росгеометрия Из-за Вокалки И мне Нужно Сделать Ремонт Как я Планирую И тогда Можно Будет Что-то Сделать У меня Нет Никакого Фотооборудования Поэтому Это нужно Сначала Решить И Даже Если бы Оно У меня Сейчас Было Это Все Барахло Нужно Монтировать Сидеть И Видео Редактировать Честно Говоря Я бы Не Хотел А Вообще Я бы Замутил Да Я могу Могу Лайвы Делать Все Это Могу Делать Могу Просто Наверное Сейчас Все-таки Не Хочу И Непонятно Кому Это Надо Я Не Хочу С нуля Это Прямо Начинать Поэтому Я Сначала Нашел Вот Я Вижу Тебе Интересно Например Если Б Еще Нашлось Там Человек Десять Хотя Я Может Быть И Делал Что Нибудь Такое Периодически Вот А Еще Часто Все Это Делаю С Чужим Материалом Я Не Могу Чужой Материал Как Б Показывать Вот Это Нарушает Все Нормы Понятия Права И Эксклюзив То Я Считаю Материал Уже Всем Показал Нахером Кому-то Его Слушать А Показывать Примеры Из Воздуха Тоже Не Очень Круто Ну И Вот Такие Вот Дела Есть Обычно Если Ты Просто Не Портишь Материал То С Ним Все В Порядке Вот Еще Много Всего Может Кто Хочет Что Спросить По Звуку Я Отвечу В принципе Много Всего Знаю Не Прям Все Но Еще Короче У Меня Кстати На Сайте RobertRide.com Есть Микроблог Я Просто Когда-то Делал Какие-то YouTube Видео Кстати Вот О Которых Речь И Я Добавил И Сделал Описание И Там Есть Несколько Видео Одно Из Них О Том Почему Не Стоит Делать Вообще Из МП3 Что-то Хорошее Почему Не Стоит Покупать МП3 Инструменталы Которые Продают По 10 Или По 30 Или По 20 Долларов Почему Лучше Заплатить 50 И Взять Вавку Потому Что МП3 Стандартная И Вавка Стандартная Примерно В 10 Раз Различаются А как Оно Почти Так же Звучит А в 10 Раз Меньше Весит Потому Что Пустая Вавка Вот С пустой Волной Нету Звука Вообще Будет Весить Как Любая Вавка То есть Там Есть Промежуток Времени В этот Промежуток Времени Вносится Информация Даже О пустом Звуке Эта Информация Весит А как МП3 Типа Не весит Потому Что Когда Ты Смотришь На Частотном Аналайзере Там Частоты Они Заполняют Что-то Этот МП3 Алгоритм Он Сверху Отрезает Как будто Делаешь Аппликацию И ты Вот так Вот Отрезаешь Вот Это Вот Дело Чтобы Не было Кухни Видно Чтобы Только Я Остался МП3 Так Делает Но Делает Это Криво Отечественная Техника Видно Особенно Вот Где Волосы Такие Пиксели То есть Человек На зеленом Фоне Крутит Головой У него Из пикселей Гуляют Вокруг Волос Допустим В основном Это Вот Из-за Этого Такая Же Короче Тема Соответственно Ты Взял МП3 И Хочешь Сделать Из этой МП3 Звук Попрозрачнее И ты Эквалайзером Вверх Поднимаешь И ты Этот Хруст Добавляешь Получается Если Брать Вот Картинку По Видео То Ты Хочешь Вытянуть Контраст Я Не Знаю Там Яркость Или Резкость И у Тебя Вот Здесь Начинает Шум Так Называем Он Начинает Просто Быть Огромными Квадратами Такими Вот Ну И Короче Есть Ролик Где Я Показываю Наглядно Как Это Звучит Люди Там Просто Нужно Слушать На Хорошем Звуке Есть Короче Понятие Mid И Side Это Короче Все Эти Темы Нужно Рассказывать Короче Mid И Side То Есть Центр И Только Стороны Да Это Не Моно И Стерео Моно Это Звук В Одну Дорожку В Один Канал Окей Стерео Это Звук В Два Канала А Моно Это Когда Один Канал Как Один Канал Или Моно Это Когда Два Канала Одинаковые Просто Вот Что Слева То И Справа Соответственно Mid Это Что Слева То И Справа Идентично Окей А Side Это Когда У них Есть Разница И Ты Одно Вычитаешь Из Другого То То Что Идентично Оно Накладывается И И И И И И И И А Все Что Была Разница Между Лево И Право Оно Остается Это Side Сокращенно Это Называется В звуке MS Mid Side Соответственно Соответственно Есть Такие Темы Которые Mid Side И Есть Плагины Которые Позволяют Тебе Отключить Допустим Side И Слушать Только Mid И Отключить Mid И Слушать Только Side Соответственно Вот В MP3 Вся Вот Жопа В основном Происходит В сайт Канале То есть Если Ты возьмешь Какого-нибудь Какой-нибудь Лицензионный Диск Берешь Берешь Оттуда Песню Вавку Настоящую Несжатую Берешь Это Дело С Лицензионного Диска Не пиратского Настоящего Окей Потому что В пиратском Может быть MP3 записаны Ты берешь Короче Говоря С лицензии Гребаешь Или Прописываешь Прям в проекте Из выхода Аудиокарты Лево-право Суешь на вход Допустим Какой-нибудь Из 1-2 Суешь В 7-8 В программе Выставляешь 7-8 Нажимаешь Play Нажимаешь Rec Дорожка Идет Звук Блядь Играет Все записывается Окей Вот ты его И взял Соответственно Ты берешь Этот лицензионный Звук Он никак Не испорчен Он не зажат Он не mp3 И вот у тебя Оригинал Ты берешь Эту дорожку Конвертируешь В mp3 Для наглядности 128 И кладешь Обратно в проект И вот у тебя Дорожка А Оригинал Дорожка Б mp3 Ты сам сделал И mp3 И вавку Взял Окей И вот они У тебя Две И ты берешь Midside Выключаешь Mid И слушаешь Дорожку А И там Сайд Ну как бы Стороны Они прямо Дышат Там Дышат Дышат А когда ты mp3 Включаешь Она такая И вот ты берешь Эквалайзер И Такую полку Чисто верхних частот Где-нибудь Там Не знаю 7 килогерц И выше И ты ее просто Добавляешь Не знаю На 6 децибел Добавляешь Там где Оригинал Не mp3 Ты слышишь Вот это дыхание В нем появляется Прозрачность Он начинает Просто Классный Звук Да Об mp3 Вылазит Всякое Говно Соответственно Когда люди Берут Сэмплы Из инета Или режут Какие-то Там Ударные Или что-то Из mp3 Голимых Сейчас попробую Яркость Сделать Не хочет Да Говнюк Когда Короче Люди Берут Сэмплы Всякие О Эврика Типа Драмкит Купи мой Драмкит Ты покупаешь Драмкиты А там человек Просто нашел Звуки Но не обеспечил Качество Это бывшие mp3 То Ты Получается Делаешь Барабаны Из Говна У тебя Может быть Набор Качественных Звуков И Некачественных Звуков Если Кто Помнит Что я Вот здесь Объяснял Вот эту Фигню Ты можешь Взять Допустим 808 Бас А тот Кто его Сделал Он Отрезал Не Не Вот Так Волна Шла А наоборот Снизу Вверх Получается Ты Используешь Часть Инструментов Из Синтезаторов Каких Нибудь Фирменных И там По-любому Об этом Знают Там Позаботились Они Все Идут Кверху Вниз Кверху Вниз Там Пианино Бас Кик Все Идет Кверху Вниз А ты Взял Синета Сэмпу Пусть Даже Он Был Не Из Мп3 Он Был Сделан Из Вавки Настоящий Но Человек Это Резал На Слух И он Не Смотрел Как Волна Начинается Как Заканчивается Тогда У тебя Может Быть Противофаза Если Человек Допустим Здесь Обрезал Что У тебя Начало Идет Не Вот Здесь А Чуть Раньше Заканчивается Я Попробую Нарисовать Карандаш От меня Попытался Убежать То есть Я Сейчас Нарисую Вот Так К примеру Это Будет Конец Волны То есть Она Начинается Ровно Обрезана Криво И Вот Здесь Вот Она Обрезана Соответственно Волна Будет Прыгать До нуля Она Не Будет Плавно Доходить До нуля Она Будет Прыгать Каждый Раз Когда Она Будет Заканчиваться Или Повторяться Она Будет Щелкать Что-то Сейчас Я Еще Вспомнил Срочное Вообще Об этом Сейчас Сейчас Подумаю А Чтобы Еще Кто Знал Биты И Короче Килогерцы Что Это Такое Рисуем Короче В Геометрической Какой Ни Программе Круг Например Я не знаю 3D Max Ну Типа Моделировать 3D Но Не в 3D А в Плоскости Не важно Просто Программа Где мы Рисуем Геометрию Мы Рисуем Круг И она Говорит Сколько Точек Задать Для Круга Ты Думаешь 4 И ты Делаешь 4 точки Для Круга Получается Что Квадрат Правильно Соответственно Чем Больше Точек Тем Круглее Круг Но Волна Это У нас Что Если у меня 4 точки То у меня Получается Раз Два Три Четыре И потом Еще Четыре Пять Шесть Ну Короче Получается То что Называют Saw tooth То есть Saw Такая Квадрат А Square Пардон Saw Это Треугольное Square Соответственно Если ты Хочешь Чтобы у тебя Бас Был Не такой А чтобы Он был Такой С разгоном То есть Как бы Плавный Гладкий Надо больше Точек Соответственно Точки На Кривой Любой Синусоидальной Волны В аудио Это Килогерцы Кто-то Говорит А мне Без разницы Сколько я пишу 44 100 Килогерц Или Пардон 44 1 Килогерц Или 44 Герц 1000 44 100 Короче 44 1 48 96 88 200 192 Это Количество Точек За Промежуток Времени Сейчас Не скажу Какой промежуток Времени Я это Вообще Знаю Но Сейчас В голове Не знаю Надо Посмотреть Там В Протулзе Там Написано За Какой промежуток Времени Я не помню За За Секунду Что Ли Или За Один Сэмпл За Один Сэмпл По-моему В одном Короче Сэмпле То есть Секунда Это одно Понятие Там Я не знаю Сантиметр И другое Вот есть В звуке Понятие Сэмпл Это Есть Сэмпл Как Звук Но Это Другое А есть Сэмпл Отрезок Времени В Аудио Окей И вот В одном Сэмпле Находится 44100 Точек Или 48000 Точек Или 96000 Точек Или 192000 Точек Хочешь Качественный Звук Юзаешь Больше Точек Я работаю 48 Значит Почему Вообще Существуют Эти Форматы Потому что Однажды Люди Короче Придумали Цифровой Звук Про это Тоже Могу Сказать Это Как Твое Отражение В Зеркале Да Точно Такое Же Реальное Как И ты Но Ты Это Ты А Отражение Зеркале Это Отражение Вот Цифровой Звук Он Слышит Звук И Переделывает Его В циферки Единички Нолики И Понимает Его И он Его Конвертирует Отлично Thank you So much И Когда Компьютер Слышит Эти Единички Нолики Он Их Понимает И Восстанавливает Из них Волну Тебе Пофигу Ты Нажал Play Ты Слышишь Обратно Как Аудио Но На самом Деле В этот Момент Компьютер Берет Эти Единички Нолики Которые В программе Превращают Волну И Когда Ты Нажимаешь Play Он Обратно Конвертирует И Ты Слышишь Аудио Вот Это Как Ты Зеркало Ты В Зеркале Вот Я Сейчас Сижу Реальный А Вы Видите Не Меня Реального Вы Видите Единички Нолики С Телефона Окей Поэтому Вы Думаете Что Видите Меня А Вы Видите Мою Цифровую Копию Это И Есть Цифровой Звук Так Вот Люди Придумали Цифровой Звук Что Можно В него Поместить Он Цифра Он Не Понимает По Другому Это Предел Вот И Короче Биты Окей Пока Что Про Килогерцы Короче Компакт Диск 44100 Это Его Предел Поэтому Когда Говорят А Зачем Мне Работать 48 Зачем Мне Работать 192 Ну Во Первых Это Существует И Компьютеру Не Проблема Это Слышать А Вот На Диске Это Предел На DVD Диске Это 48 На CD Диске Это 44 И Многие Площадки Когда Берут Треки В Онлайн Они Хотят Чтобы Люди Им Дали 44 Ну Приходится Давать Вот Но Я На самом Деле Считаю Что Нужно Работать В Большем Разрешении Знаете Старые Фильмы Бывают Реально Старые Вы Их Видели Они Были Квадратные Показывались По VHS Ужасно И вы Видите Как их Переделали По современному Видно Прямо Кожу Все Видно Думаешь Как Потому что Оригинальное Качество Где-то Осталось Они Его Не Заговнили И Современными Технологиями Смогли Его Оцифровать И Сделать Новый Формат Blu-ray И он Реально Выглядит Как Blu-ray Соответственно Если Твой Проект В 192 Или Что Какой-то Крутой Хороший То В будущем Когда Площадки Закончат Эту Хрень С 44 Ты Сможешь Эти Треки Заново Сделать Рендеры В Хорошем Качестве Советую Это Делать Значит По поводу Битов Все Очень Просто Кому Интересно Записывайте Каждый Бит 6 Децибел Громкости 16 Бит 16 Умножить На 6 Что Там Получается Сейчас В голове Не люблю Считать Это Не моя Тема Математика Великая Тема Но Нет Интерфейса Нету Тетрадки В голове В которой Я все Это Выписываю Калькулятор В компьютере Есть 16 Умножаем На 6 96 96 Это Объем Который Позволяет Тебе Засовывать 96 Децибел Громкости В этот В эту Канистру Это Блин Ведро На 96 Децибел Туда Можно налить 96 Децибел Звука Если Ты берешь 24 Бита А это В общем-то Уже давным-давно Норма И DVD Диск Позволяет 24 бита Звук 24 Умножаешь На 6 Это 144 Децибела Литров Звука В ведре 24 бит Соответственно Болевой Порог Кровь Из ушей Так Сейчас Пишем В интернете В интернете Болевой Порог Слуха 130 Сейчас скажу Короче 120 децибел Все Соответственно Пишешь 24 децибела Туда Входит Количество Звука Которое Тебе Кровь Из ушей Будет Литься Окей Соответственно 24 Норм А 96 Мало Почему Мало Потому что Когда Начинаешь Работать Понимаешь Люди Никогда Не Выкручивают Да На айфоне Выкручивают Но вот У меня На студии Сколько Мне может Дать Звука Громкости Вот Студия И вот Я слушаю Отмастеренный Трек Я включаю На максимум 30 процентов У меня Еще остается 70 процентов Если я Это выкручу Я просто Извините Охуею И еще Такая Тема Что У меня Просто Колонки Взорвутся Соответственно Нахрена Другие 70 процентов Это Большое Достаточно Количество Так Ладно Если мы Идем По битам Дальше То есть Еще 32 бита Не нужно Путать С битами В компьютере 32 бита Компьютеры 64 бита Компьютеры Это другое Мы говорим Про аудио Я не шарю В компьютерах Я пользуюсь Компьютерами Могу программу Поставить Там Кряк Применить Хотя Последнее Достаточное Время Я стараюсь Покупать По звуку Точно 64 Ой нет Извините Это из компьютерной Тематики Так 32 бита Умножить На 6 децибел Получаем 192 Вот 192 Но это Не килогерцы Это просто 192 децибела Так Что еще Много еще Всего можно Рассказать Да Забавное Получится Видео И полезное Естественно Так Биты Килогерцы Полезно Знать Так Всякие ошибочки Что-то еще Хотел рассказать Ну ладно Пока Кваску Шмякну Самокруточку Скручу Процифровой звук А Есть Всякие Понятия Шкал Вот у тебя Уровень Прыгает Да Типа Труц Труц Это кстати Чтобы кто-то Если вдруг Не понял Это Пол волны То есть Трукс Трукс Это когда Вот он так Достигает Вот докуда Он дошел Это показывается Это Грубо говоря Вот Из вот Вниз Вверх Это половина Звук прошел Подпрыгнула Да Да Блин Слушай Я рад тебя видеть Я понял Кто ты есть Давно тебя не видел Я с удовольствием Вообще Но Не буду отвлекаться Короче Пол волны Уровень прыгает Да И у этой шкалы Есть Разные А Выглядит Одинаково Но это Разные вещи Есть Разные Шкалы В Цифровом Звуке Это Называется DBFS Децибелы Full Scale То есть Децибелы Полной Шкалы То есть Когда ты Доходишь До нуля Это Все Это Предел Больше Быть Не может Может Оно Перешкаливает У тебя Появляется Дисторшн Хруст Клиппинг И Это Это В цифре Появляется Но Когда Эта Цифра Помните Я говорил Изображение Вот Мое В телефоне Это Не я Это Моя Цифровая Копия И Когда Эта Цифровая Копия Но В звуки Идет Через Колонки Она Обратно Из цифры Превращается В аудио Но Аудио Оно же Кругленькое Сверху А Пики До нуля Обрезаются Они как бы Квадратные Единички Нолики Она Она идет Вот так Вот так И когда Вот происходит Вот это Там же сверху Есть как бы Треугольник То есть Она потому что Идет 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 И есть точка Самая верхняя И после нее Идет вниз Она же не вот так И Точка Есть еще одна Соответственно Когда ты доходишь До нуля И у тебя Типа Все отрезается И вот ровно Ноль Когда она играет В колонках Возникает еще Одна точка Для Синусоидальной Круглой волны И Эта точка Делает за шкал Это я короче К тому что Есть шкала Вот этих Хреновин ДБФС Децибелы Фулл скейл Также существует Допустим Вию Вию метры Это когда На старом оборудовании Иголочка такая Колеблется И там есть Плюс 3 Бывает Плюс 24 И такой Как? Как понять эту херню? Ведь ноль Это предел Да Это разные вещи Выглядящие одинаково То есть Вию может прыгать Как вот столбик Как Как Левел Обычный метр Соответственно Вию Настроен На другую громкость Чтобы Вию Прыгал До нуля Это По ДБФС Шкале Это Минус 18 Сейчас я продемонстрирую Короче В интернете Все эти шкалы На одной картинке Так Аудио Аудио Левелс Скейлс Вот так вот Напишем Идем в картинки О Вот Отличная картинка Здесь взяли Эти разные шкалы И Положили их На одну картинку Сейчас Крупничком-то О Покажите мне Большую Хреновую Картинку Вот Open image New tab О Эти все шкалы Совместили На одной картинке И мы Видим Вот Так Это что Это ДБФС 16 бит Предел Будет Вот здесь Как я и рассказывал 24 Будет Вот здесь Окей SMPTE Это другая Херня Окей Соответственно Вот VU Ее 0 На 18 Короче Децибелах Окей Минус 18 Вот А это На консоли Может быть Плюс 22 Плюс 26 Короче Почему Потому что Это VU Это Какие-то Units Я забыл V Volume Units Какие-нибудь Это DBVU Это DBFS Так Меняем Соответственно Бывают Плагины Аудио Например Имитирующий Аналоговый Компрессор Universal Audio Или Телетроникс 1176 Некоторые люди Они пользуются Им И они Такие Почему Я даю Нормальный Звук А он Шкалит Почему 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 Потому Что Чтобы Аналоговые Плагины Работали Адекватно Им Нужно Жрать Звук С Громкостью Как В аналоговые Времена Типа VU Соответственно Если ты хочешь Чтобы твой Звук Был адекватным Тебе нужно Юзать DBVU Для них Как это сделать Есть понятие Gainstaging Gainstaging Это Когда ты Структуру Громкости Налаживаешь В проекте Допустим Тебе дали Бит В 20 дорожек Каждая из них Не шкалит Но она занимает Вот этот вот Левел Практически Полностью Вот столько Остается Из всего То есть в этой дорожке Допустим Остается Допустим Не знаю 2 децибела Вот до потолка До зашкала Вот И когда ты Одну эту дорожку Слушаешь И она идет В мастер То есть Индивидуальный трек Вливается Как бы дальше И они все Вливаются Куда Ну по дефолту По стандарту В мастер канал В мастер канале Если эта херня прыгает Из зазор 2 Там будет ровно Столько же Соответственно Одна дорожка Занимает Почти все Пространство А тебе Дали их 20 Ты нажимаешь Play И они Вылетают В космос За предел Как их туда Поместить Ну вот так Вот надо делать Для начала Cain staging Тебе нужно Структурировать Громкости Как это сделать Адекватно Чтобы не было Такого Что ты работаешь Работаешь Тебе нужно Громкость где-то Добавить Ты добавил Тут добавил Там добавил И все У тебя шкалит Пердец И все очень плохо Как нужно делать Ты включаешь ViewMeter Есть например WavesVUMeter Он по стандарту Откалиброван На минус 18 Если нет То там единственное поле Которое можно менять Это вот эту циферку писать Ты открываешь Допустим WavesVUMeter И ставишь 18 Все Он откалиброван Как нормальный ViewMeter Ты его Вешаешь На первую дорожку Вторым плагином Сейчас объясню почему До него До этого метра Потому что Есть последовательность Что за чем идет Потому что Он как бы наливается Сначала в первый слот плагина Во второй И вот после последнего слота Он попадает В фейдер Вот в фейдер Как на пульте Такая хуйня Скрутила Ну Таскалочка Короче Соответственно Структура С самого верху В самый низ Потом фейдер И потом идет Куда-то еще И вот Ты вешаешь На второй слот WavesVUMeter А на первый слот Глаза уже слипаются Ты вешаешь Плагин Который По-разному Называется В разных программах Ну это Gain Ручка Опять же Вот эти программы DAW Digital Audio Workstation Cubase Pro Tools Logic Sonar И так далее Studio One Fruity Loops Это в общем-то Их Микшерный пульт Это Цифровая копия Настоящего пульта Настоящий пульт Там много вот этих хреновин Но на самом деле Это все одно и то же Если ты видишь Одинаковый элемент управления В большом количестве Это одно и то же Для каждого канала Свой Как там идет структура Вот этой одной полосы Сначала у тебя идет Белая крутилочка Gain Потом у тебя идет Эквалайзер Если мы берем простой пульт Там больше ничего нету И дальше идет фейдер И звук тоже Как бы получается Поступает Ты суешь провод Потом у тебя есть Gain Потом у тебя есть Эквалайзер 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 Потом у тебя фейдер И оно идет дальше И первая крутилка Gain Та фигня Которая настраивает Этот звук Типа Звук приходит Очень тихо Вообще Вообще его не слышно Ты не фейдером Прибавляешь его А первой ручкой Gain Ты делаешь структуру звука Чтобы он адекватно Туда поступал В случае С вьюметром Его откалибровать Ты вешаешь Вьюметр Во второй слот В первый слот Ты вешаешь В лоджике Это гейн В прутулзе Это трим Все Может быть Где-то еще Как-то называется Но это та хуйня Где ты можешь Просто Нет никаких параметров Управления Кроме Громче Тише Все Плюс там 12 Минус там Много Не важно Везде по-разному И в этом гейне Смотря на Вьюметр Откалиброванный На минус 18 Ты делаешь Столько Не важно Много Это звука В твоем миксе Или мало Индивидуальный звук Нужно Откалибровать Адекватно Это делается Вот как я Объясняю Ты крутишь Этот гейн До плагина Вью Пока у тебя Вьюметр Не будет до нуля Доходить Допустим Трц-трц Кик И вот он доходит Трц-трц-трц До нуля Вот он дошел до нуля Все Ты его откалибровал На 18 Вьюметр Можешь нахер Выключать Гейн Больше не трогаешь Все Все Не фейдером Это делаешь внизу А гейном Первым плагином Сверху Что будет тогда Тогда этот звук Чтобы зашкалить Должен еще Раскачаться На 18 децибел 6 децибел Это типа так Образно В два раза Соответственно 18 Делим на 6 Сколько у нас получается Сейчас я считаю На калькуляторе Я сразу говорю Делим на 6 Это 3 Он должен Да 6 и 3 18 Он должен в 3 раза Громче стать Чтобы дойти до нуля Соответственно Ты все эти звуки Сделал до 18 Но у них Неправильный баланс Допустим Ты чувствуешь Что теперь Кики как бы Тихо Потому что Инструменты На этом же уровне Как бы громко Кик должен быть громче Инструмент Тише Но они Все откалиброваны На 18 И получается Что у тебя Инструмент громкий А кик тихий Правильно Зато Вот в этих Плагинах У тебя будет Правильная структура Если ты Шкалящий Реально шкалящий Звук Он уже шкалит И ты опустил фейдер И повесил плагин Думаешь Что ты Пролечил звук Нет В каждом плагине Он будет шкалить Но когда дойдет До фейдера Ты его опустил Ты проблему не видишь Но в каждом плагине Зашкал Этот зашкал Будет давать тебе Хуевый звук И этот хуевый звук Будет как бы Из каждого плагина В каждый следующий Плагин нырять И будет Проблема Потому что Когда он дойдет До самого конца Будет уже жопа И ты отдашь Этот звук Звукарю такому Как я И я просто буду Материть тебя Сидеть работать С этим говном Ха-ха Да Буду Конечно Ибо нехуй Так Дальше Когда люди Не делают Возникает проблема Так Соответственно 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 Так Сколько это говно идет Час Ха-ха Кайф Так Табачок Ты где Так Структура гейна Да Замечательная тема Очень полезная Есть у меня В блоге На сайте Про Я батарейку Почти высадил Задайте Какой-нибудь вопрос Я пошел За зарядкой Идем вместе Так Я поменял В вокалке Монитор Теперь у меня Есть вот Монитор Чтобы смотреть Здравствуйте Чтобы вот так Вот Ага Можно взять Вот допустим Fairchild И вот так вот Ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз чё тут вообще а ну прикольно звук выключен никто ничего не слышит так я и высадил батарейку надо сохранить эту трансляцию день нормально делаю ликбез задолбали звукари которые постоянно делают ошибки присылают просто вот я не про эту ситуацию я про жизнь в целом так короче звук не портишь до конца все доходит с кайфом значит нет если есть конкретные вопросы мне будет легче сориентироваться потому что я от себя о знаете в чем дело дело в том что трансляцию я полностью заполнил я не знаю сколько позволяет но у меня наверху есть таймер который говорит минута 40 поэтому я заканчиваю трансляцию и буду делать новую пожалуй до этого альбома я уже больше 20 альбомов сделал так короче и заканчиваю трансляцию потому что она сама закончится сейчас все расскажу так сохраняю